Приветище! Это Satisfactory и мы продолжаем строительство мегазавода! Сегодня в планах у нас найти и добыть уголь. Правда, перед тем, как отправляться на поиски, мы заглянем в нашу исследовательскую лабораторию и изучим. Зиплайн, парализующий болт, дальше разблокируем катерийная электроника. О да, сколько всего пооткрывалось. О, умный разветвитель, хочу-хочу-хочу, вот это классная вещь. И самое главное исследование сегодняшнего дня — это баги. Ура! Исследование завершено. Разблокирован исследователь. Это транспортное средство для перевозки персонала быстро преодолевает любые бездорожья и резво взбирается на возвышенность, как горный козёл. Чудо, избежавшее вымирания. Что там нам нужно для его создания? Блин. Нужны двигатели, моторы. Я их ещё не умею делать. Получаем возможность делать прыжковые панели! Ой-ой-ой, где они, кстати, у нас? Прыжковые панели. Цель достигнута. Прыжковая площадка «Фикси», созданная на основе сложных предметов и технологий, позволяет эффективно и комфортно перемещаться по заводу, и не только. Уточнее, комфорт при перемещении на негарантирован. Конечный результат зависит от ситуации. Ха, спасибо, что предупредили. Ответственность за всё происшествие, возникающее на рабочем месте в связи с прыжковой площадкой, несут только первопроходцы. Чё, я даже не застрахован, ё-моё? Вот так вот поставлю эту приблуду. К чему подключиться? Сюда мы можем подключиться? О, нашёл один свободненький столбик. От него сделаем развязочку. И подключаем нашу брейк-панель. Е-е-е, ну-ка, ну-ка, эй, заряжайся, эй-эй-эй. О, вот это я понимаю. Теперь вообще лестницы не нужны. Кстати, пойдём-ка в утилизатор зайдём, посмотрим, что у нас там по купонам. Пять штук есть. А ещё я сделал капсулы ДНК. И хочу посмотреть, сколько очей это всё нам даст. Закидываем сюда. Ничего себе, какие они здоровые. Там мозги внутри какие-то. Оу. Ну, давай смотреть. Хоп, сразу один... О, вау, 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 вау. Короче, одна такая капсула даёт сразу же один купон. Вот это мощно. Печатай. Мы сейчас сможем позволить себе тележку. Чудо-магазинчик. Я пришёл, чтобы купить вот эту вещь. Добавить в корзину. Теперь у меня есть транспорт. Заводская мототележка «Фиксит» отлично ездит по фундаментам «Фиксит». Не предназначена для использования в опасной местности. Умеренно опасной местности, достаточно безопасной местности и обычной местности. «Фиксит» имеет право вычесть компенсацию повреждений или утраты транспортного средства из вашей премии за программу спасения. Чтобы узнать подробнее об этой премии, обратитесь в наше справочное бюро по адресу «Ошибка. Ошибка. Земля». Время работы — первый вторник и первая среда месяца. С 6.25 до 6.53. А остальное что, время перерыв типа? Они всего лишь 20 минут два раза в неделю работают, что ли? Халтурщики. Мототележечка. У меня для неё уже всё готово. Наконец-то я смогу для Катерины доехать на четверых колёсах, а не на своих двух. Вот тут вот прямо можно распаковаться. Как она забавно распаковывается. Ну всё. О-о-о, моя башка слишком велика для этой мототележки. Но тем не менее мы катимся на всех парах, она же электрическая. Опа! И вниз башку в песке. О-о-о-о, я как будто на скейте тут катаюсь по этим пескам. Тачка, короче, что надо. Можно, в принципе, и по пескам гонять на ней. Тридцать один километр. Вообще нормально. Не-не-не, только не в пещеру. Надо было левее, левее надо было. С исследованиями пока что всё. Летим искать уголь. А он тут, между прочим, недалеко от нас. Я уже нашёл. Я уже нашёл. Вот он, уголь. Я лечу не туда вообще. У нас тут подопытные есть. Для парализующих болтов. Сейчас затестируем. Пупсики, привет. О-о-о-о, ничего сего за электрошокила. Вот это да. Жалко, конечно, они друг от друга не цепляются. Как цепная молния, знаешь, вот это вот всё. Ой, промахнулся. А снарядик-то прикольно летит. О-о-о, всё, мне надо валить отсюда. Короче, это гуманные болты. Они предназначены для умиротворения животины. А вот и уголь. Целых три рудника. Это роскошно. С углём у меня явно не будет проблем. Первое-наперво, что мне нужно сделать, это, конечно же, добыть немножечко и затолкать это всё в исследовательскую лабораторию. Заодно сейчас тут ещё буров понаставлю. Как говорил один мой знакомый, много-мало не бывает, поэтому расставляю здесь по полной программе. Угля нам нужно много. Добывайте, ребята, добывайте. Мне даже немножко страшно тут как-то стало. Я, пожалуй, пойду, а вы тут работайте. Выбираем третий уровень и прокачиваем угольную энергию. Остается нажать только красную кнопку и послушать комментарии Ады. Цель достигнута. Производство электроэнергии теперь можно полностью автоматизировать за счёт сжигания угля, который был добавлен в сканер. Для работы угольного генератора требуется подавать воду через турбопровод, проложенный от водного источника. Чтобы помочь с обнаружением и распознаванием воды, приводим далее справочное пособие Fixit. Вода — это отражающая свет-жидкость, вблизи которой может произрастать буйная растительность. Чтобы удостовериться, что перед вами вода, прикоснитесь к ней. Если на ощупь она твёрдая и не разъела ваш костюм, вероятно, это вода. Спасибо, Ада, ты такая добрая. Других методов проверить, что это вода, нету? Итак, экстрактора воды. Вот что нам понадобится. Медные листы. Мы, кстати, несколько штук нашли у разбитого дрона, так что с ними заморачиваться нам нет необходимости. Угольный генератор. Для него у нас почти всё собрано, за исключением усиленных пластин. Ну и остальное, то, что нам нужно, это, конечно, трубопровод. Для него также медные листы нужны. Собираем материалы и идём строить угольный генератор. Ну чё, ребята, как у вас тут добыча? Сразу забираю буры, потому что больше они нам тут не нужны. А всё, что они добыли, у нас сейчас отправится в ММА для исследований, чтобы мы научились делать порох. Самое прискорбное, что у меня сейчас закончится место. Но в целом вроде бы хватило. Угольный генератор у нас будет стоять здесь. Нет, наверное, не здесь. Где у нас вода-то? А, ну да. Смотрю, вроде бы в воду, поэтому да. Угольный генератор построен. Примечательно то, что большинство первопроходцев к этому моменту уже наладили выработку электроэнергии на основе угля, потому что осознают свою ответственность перед человечеством. Мы откорректируем личностные характеристики первопроходца. Напоминание. Угольный генератор работает на угле. Так, я не понял. Это что, намёк, что я типа тупенький, что ли, или как? Типа все первопроходцы к этому времени, а я такой отсталый, да, только сейчас это всё сделал. Хотя к этому времени... А, ладно, неважно. Не буду я разбираться. Мне нужно строить бур. Буровая установка у нас будет смотреть в ту сторону. Именно туда, где угольный генератор. Теперь всё подводим к нашему... Блин, а тут я, конечно, немножечко тупанул, но ладно. У меня тут крест-накрест получается. Короче, вода налево, а конвейер направо. Будет, значит, перекрёстно у меня всё идти. Готово! Конвейер работает уже. Остаётся только подключить всё к электричеству. Но я думаю запитать этот бур от угольного генератора. Остаётся только сюда... А, так а уголь... У нас есть уголь, в принципе, чё я туплю. Уголь у нас есть. Мы его сейчас сюда запихаем. Для этого мы его и добывали. Остаётся только воду протянуть. И огромную кучу труб вон в ту арку вытянуть. Надеюсь, мы обойдёмся без насосов. Но если вдруг чё, то как бы не проблема. Сделаем насосы. Первая труба готова наша. По трубопроводам фиксит может проходить любая жидкость, в том числе и вода, необходимая для угольного генератора. Примечание, вода сама в верх не течёт. Экстракторы вагды могут немного приподнять поток, но чтобы по-настоящему преодолеть силу тяжести, лучше воспользоваться насосами. Мне вот это вот место не очень нравится, конечно. Но да пофиг. Я думаю, что уголь будет там проходить. Теперь строим фундамент, и по нему будем проводить трубопровод. Как много фундамента в этой игре. Хотя тут не так уж и далеко нужно его прокладывать. Дальше там уже вроде бы горы нам помогут. Самое главное, чтобы мне хватило медных листов. Трубопровод достроен до воды. Теперь нам нужно развести здесь турбину. Экстрактор воды. Самая мощная турбина, которая у нас сейчас есть на данный момент. Ставим её сюда. Сюда. Класс. Может, это и вода. Опустите в неё руку. Если рука не растворится, диапазон предположений сузится. Или можно залить это в угольный генератор и посмотреть, что будет. Но слушай, учитывая, что я уже поплавал в этой воде, это точно тессерная кислота. Так что можно подключить к нашей системе водоснабжение. Как нам это сделать? Я сейчас здесь построю биосжигатель. Это самое простое, что мы можем сейчас организовать. И запитаем всё это дело от наших столбиков. Вот так. Ну а дальше просто будем тянуть столбики туда. Пока далеко не убежали, собираем веточки, потому что здесь хоть что-то есть, а там одна пустыня голая. Там даже травы нету. Ну, дружочек, не подкачай. Вот тебе древесина. Турбина заработала. Вода. Вода пока ещё не качается. А в турбине? В турбине пока тоже ничего. Ножи, ножи. О-о-о! Пошла добыча! Пошла добыча! Под 150 кубометров в минуту. Это очень хорошо. Здесь всё качается. Теперь нужно проследить по трубе, где у нас просадка по водонакачке. Если что, подключить насос. Здесь вот у нас имеется небольшая горочка. Скорее всего, скорее всего, вода тут у нас ещё поступает. А дальше, наверное, нет. Ага. Значит, насос будем устанавливать тут. На этой развязке. Вот сюда его поставим. И подключим к электросети. А пока всё качается, тянем нашу паучину дальше. Провода дотянули. Подключаем к генератору нашему. И он запустился! О, великие угольки! Он работает и вырабатывает 75 мегаватт. Это то, что нам нужно. Всё. Здешнее производство работает полностью автономно. Отсюда можно теперь тянуть проводки к нашему заводу. Только не забываем ещё бур подключить. А то без него угля не будет. Ещё что хотел посмотреть, это в каком количестве поступает вода. Ну, примерно где-то 25 кубометров в минуту. А вот сейчас уже 30 кубометров в минуту. Короче, у нас прыгает подача воды. И чтобы этого избежать, этих прыжков, чтобы у нас всегда была вода, нам нужно построить здесь цистерну. Цистерна вмещает в себя 400 кубометров жидкости. Это очень здорово. Мы её как-нибудь бы сюда вот впихнули бы аккуратненько. И было бы вообще шикарно. Придётся здесь сделать небольшую надстройку. Типа вот так вот. Вот эту трубу раз забрать. Надо быстренько это всё делать. Сюда ставим. Подключаем к трубе. И отсюда туда. Вот так вот. Всё чётенько. Смотрим. Цистерна набирается. Всё очень даже хорошо. Проверяем наш насос. С какой скоростью он вообще качает. 100 кубометров в минуту. Очень быстро он качает. Высота подачи у нас с 1,2 метра. Для этого насоса это очень маленькая высота. Так что он справляется на ура. Но, тем не менее, я бы поставил ещё один насос. Где-нибудь перед цистерной. Вот тут, наверное. И посмотрел, что бы у меня стало сейчас с подачей. Ну-ка. Скорость потока нарастает. Очень даже хорошо. И теперь смотрим, что у нас вот тут. Тут было всё печально, но... Теперь заполняется под фулл. Раньше только заполнялось наполовину. Смотрим, что в цистерне. Вот, 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 вот. То, что мне нужно-то было. Благодаря цистерне и резервуару у нас всегда здесь полные трубы воды. Это очень хорошо. Ну что ж. Предлагаю поднять на чуть-чуть мощность нашего угольного генератора до 112 мегаватт. И тянуть кабель. Кстати. Кстати, у нас же там ещё сжигатель был. Надо его отрубить. Сжигатель, спасибо тебе большое за твою поддержку. Но ты нам больше не нужен. Теперь нам очень просто дотянуть отсюда провода до наших буровых установок с медью, где уже протянуты кабели. Мы просто зацепимся к тем кабелям и подключимся к нашему заводу. Вот и всё. Теперь наше предприятие запитано с угольным генератором. И мы обладаем ёмкостью в 377 мегаватт. То есть это очень огромный запас электроэнергии. Настало время заняться исследованиями угля. А именно пороха. Да, теперь у нас должны появиться бомбы. И не только они. Исследование завершено. Разблокирован рецепт для чёрного пороха. Доступно новое исследование серы. И это всё? Я думал, ты что-нибудь там про взрывы, быть аккуратнее, не отрывать себе конечности, что-нибудь такое скажешь. Вот у нас пушки, винтовки появятся. Для которой в будущем мы сможем делать самонаводящиеся патроны. Это классно. Давай посмотрим, что мы можем открыть в хабе ещё. Трактор, грузовая станция и плюс 3 ячейки инвентаря. Нужна огромная куча роторов. Как насчёт базового производства стали. Здесь тоже, тут ещё больше роторов. Усиленная защита рису. Вот это, в принципе, мне по плечу. И здесь у нас к стенодубинка улучшенная появляется. И плюс одна ячейка для экипировки в руки. О, да. Вот это я бы, наверное, прокачал. Всего-то 100 усиленных железных пластин. Это будет, это легко. Сейчас приторобаним. Мне нужны усиленные пластины. Дайте кто-нибудь. Здесь 3. Здесь 100. Вот, то, что мне надо. Спасибо. Так, стой. Мы чуть-чуть оставим. Вот, 70 единиц оставим. Огромная куча медной проволоки. Это просто абзац. Зачем столько для этого исследования? Не понимаю. Готово. Теперь у нас есть новая к стенодубинка и дополнительная ячейка. Цель достигнута. К стенодубинка это модернизированная версия ксеношокера. Как сказал инженер, придумавший это устройство, шокер как бы бьет жертву только электрическим током, а дубинка уже точно бьет. Но и током тоже. Полезная при столкновении с агрессивной фауной тщательно протестирована. Мы никогда не забудем, чем инженер, кем бы он ни был, пожертвовал ради создания ктенодубинки. Да, его жертва будет не напрасной. Ну все. Эта штуковина будет у меня сейчас в руках. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, да. Вот это пуха. Теперь я могу и в ближнем бою махаться. Но правда, зачем, когда у тебя есть болтодробовик? А как он открывается? Так только глянь. Почти джедайский меч. После такого надо чайку бахнуть. Че-то руки трясутся. Видимо, перенервничал. И кружкой об зубы бью еще. Точно на нервике. Ну и напоследок. Сегодня мы идем в ту самую пещеру, где я встретил кисок, чтобы протестировать на них свой джедайский электрошокер. Ну и встретить собачку, чтобы покормить ее малинкой. Мы на месте. Включаем фонарик. Берем нашу джедайскую палку. Конечно же, подожди, кофе попьем. Чтоб на расслабоне сюда зайти. Ну, кто на меня? С двух пух. Отлично. Сейчас заодно и протеинчика тут наберу огромную кучу. Ну, точнее, мясо пауков, а дальше протеин сделаю из этого всего. А потом ДНК капсулы и в чудо-магазинчик запихаю. Да-да-да. Это все мое. Как же тут красиво. А вот это что-нибудь значит? Нет? Может это распилить? Можно было бы. Тут огромная куча грибов. Надо было зарядить бензопилу и попилить. Здесь же мицелия дофига. А есть где же... О, какой здоровый. Смотри, жирненький. Пойдем-ка. Пойдем. Мне нужна его тушка. Паучок! Мне нужны твои лапы. О! 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 Офига себе! Ты реально очень здоровый. Долго с тобой драться? Все, он кони двинул. А это что такое? Че вы тут охраняли? Оно болтает. Неужели это руда инопланета? Офигеть. Что это? Какой-то СИМ. Ну хорошо, я его добуду. Странная инопланетная материя, коротко называемая СИМ, похоже, пребывает в спящем кристаллическом состоянии. То есть при контакте с вашим телом она не разложит его на атомные компоненты. Эта живая материя чрезвычайно универсальна и имеет множество применений. Исследуйте СИМ в ММА, чтобы определить ее категорию и найти способы ее применения с учетом местности, а также чтобы определить безопасный метод ее пробуждения. Твою ж налево, опять инопланетяне. А самое главное, что вся эта руда в спящем состоянии находится и оно, как сказал Ада, не разложит мое тело на атомы. А то есть сферы, которые я инопланетные подбирал, оно может разложить, да? Оно, в принципе, плавит в мои мозги. Так что надо поаккуратнее быть. Они даже не плавят, они лезут в мои мозги, эти инопланетяне несчастные. Хотя их тут и не видать. А что, пауков больше нет? В принципе, вроде бы изучил эту пышеру. А знаешь что, у меня же куча буров. Да, у меня огромная куча буров. Я сейчас поставлю добывать эту инопланетную фигню. Сим, как она тут называется. Масштабная добыча руды. О, да. Мне, походу, сюда чуть позже придется заглянуть. Так, пока руда добывается, пойду пёселя поищу. У меня для него есть кое-что вкусненькое. Говорят, что нужно ему бросить под ноги, и тогда он будет вроде бы моим другом. Но мне кажется, что это полное фуфо. Пёсик, иди сюда. Вот. Одна клубничка. Вначале я подойду к нему типа с рук. Попробую дать. Пёсик куда-то убегал. Пёсик куда-то убежал, пока я тут... А, вот он. Пёсик, смотри, что у меня есть. Смотри, будешь? На-на-на-на-на. Я тебе выкину её. Вот. Смотри, подойди, подойди. Покушай. О, он её съел. Лучший друг первопроходца. Ты типа мой друган? Да? Смотри, какая прелесть. Назвать его. Ва-а-ай. Я буду звать тебя док. Не док, а док. Типа доктор. Инвентарь. Я могу ему положить, например, сюда что-то ещё. Бензопилу могу положить, кстати. Слушай, он будет мне таскать бензопилу? Класс. Ты за мной будешь бегать? Забавно. В любой момент я могу его погладить и достать бензопилу. И, например, кинуть сюда ему пять ягодок. Слушай, а ты хочешь кушать? У меня ещё есть. На. Вот, две ягодки покушай. А, нет, он больше не кушает. Видимо, не голодный. А сколько я таких приручить, интересно, могу? Ещё же птица тут есть. Да, точно, тут уже ещё птица есть. Ты будешь за мной ходить прямо вот так вот, да? Пойдём. Мы сейчас сходим с тобой в пещеру. Я понимаю, что ты не будешь за меня там впрягаться, кусать этих пауков. Но ты мне поможешь утащить оттуда руду. Какой он прикольный. У него уши так болтаются. Он чем-то мне напоминает таксу длинновухую. Прям такая же, но только этот круче. У него броня есть на спине. Ты слышишь эти звуки? Как будто инопланетяне... А, ну ты же тоже инопланетяне, по сути. Так что ладно. Я не буду тебе задавать эти глупые вопросы. Забираем всё, что мы тут добыли. Эта руда, кстати, мерцает у меня в инвентаре. Офигеть. Дружок! Смотри, что у меня есть. Руда. Понеси её, а то я боюсь быть на атомы разложенным. Хотя сколько у меня в инвентаре по сравнению с ним. Мне кажется, что я быстрее сдохну. Так, ладно. Короче, он со мной не очень хочет следовать. Он какой-то ленивый пёсель. Поэтому гуляй. Вася, когда-нибудь мы с тобой встретимся. Надеюсь, не в этой пещере. Ну, учитывая, что здесь больше никого нет, кроме тебя. Все пауки изничтожены. Можешь считать, что это твой дом. Подарок мой для тебя. Во, вот птица. Птичка. Что-то греется, походу, на солнышке. А ты что-нибудь хочешь? У меня вот тут есть ягодка. Хочешь ягодку? Прям под пузом и положил, но, по-моему, ему пофиг. Ничего себе у тебя рот прикольный. Куда ты побежал? Ладно, с ними взаимодействовать я никак не могу. Думал, попугая себе заведу. Оказывается, не, нифига. Я думаю, что в комментариях мне напишут, что делать с этими птицами. Если вообще можно с ними что-то делать. Ну, ММА, что расскажешь мне про инопланетные ресурсы? Вот, вот это вот, походу. Да, это оно. Начинаем исследовать. Завершен анализ странной инопланетной материи. Сканер ресурсов теперь может выявлять спящую кристаллическую СИМ. В спящем состоянии она не представляет опасности. Вы можете работать с ней без специального оснащения и хранить ее бесконечно долго. Доступно исследование для активации спящей СИМ. Наполните реки кровью. Пусть куклы осквернят наши храмы. И прозвучит песня. Ох, ё-моё. Они все-таки в мой мозг влезли. А еще мне интересно, почему они так хотят, чтобы мы осквернили их храмы. Скорее всего, чтобы они разозлились и напихали нам по полной программе. И забрали мое тело. Активизированная СИМ. Давай изучим это. Разблокирован рецепт активации СИМ. СИМ теперь можно безопасно пробудить при условии, что она пребывает в удерживаемом состоянии. Если же СИМ не удерживается в специальном электромагнитном контейнере, она начинает разрывать атомные связи любой материи, с которой физически контактирует и воссоздает ее в виде легко транспортируемых ресурсов. Манускрипт и кровь создают гармонию. Приходите в наши священные храмы и служите эго своих ручьев. Наши кости намного прекраснее божьих. Жутковатая вся эта фигня. Особенно про кости и все вот это вот. Значит, флуктуатор СИМ. Похоже на огромную батарейку. Это нам понадобится для того, чтобы исследовать бесконечное хранилище. Но это уже будет, наверное, в каких-нибудь следующих сериях. Пойду посмотрю, как мы можем этот контейнер вообще сделать. Наверное, на верстаке. Из подручных средств все очень просто. Во, да, действительно. Прикольно. В следующей серии займусь производством этой штуки. А пока я хочу засунуть сюда протеинчик. И на этом будем закругляться. Спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующий ролик, на котором мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok